Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, посвященном ИСБ. Сегодня мы не у меня дома, сегодня мы не в школе ИСБ, сегодня мы на берегу Ладожского озера. Зацените, какой кайф! В комментариях вы неоднократно просили рассказать о моем доспехе. И вот этот ролик. Сегодня я расскажу о защитном вооружении, которое использую, и почему. Поделюсь некоторыми лайфхаками, которые, возможно, будут вам полезными. Поехали! Начну с самого интересного, как мне кажется. Со шлема. Правила обязуют нас носить коту, гербовую накидку, и поэтому большая часть доспеха скрыта от глаз. Шлем — это самая узнаваемая часть снаряжения. Это как бы лицо бойца. Если оставлять за скобками технические навыки и статистику, то шлем — это то, что выделяет вас на поле. Я остановил свой выбор на шлеме из романа об Александре. Хотя лично я называю его шлем из романа об Андрея Киселюсе. Андрей Киселюс — это известный российский боец из команды «Партизан-1». Дело в том, что на этот шлем существуют только изобразительные источники. И поэтому вариантов его масса. И когда я пришел к кузнецу, я попросил его ориентироваться именно на шлем Киселюса. Кузнец предложил чуть-чуть, иное забрало. Я согласился, и получился, и правда, классный, очень красивый и узнаваемый шлем. Бармитц первоначально была тряпичная, со скрытыми металлическими пластинами. Но сейчас, согласно новым регламентам, я поменял ее на кольчужную. Теперь об особенностях моей каски. Во-первых, она достаточно небольшая. Толстый подшлемник под нее не влезет. Какой в этом плюс? Дело в том, что я сражаюсь в основном на центре поля. И мне важно, чтобы шлем был небольшой. Он позволяет мне выскальзывать из захватов противников. Минусы. В таком шлеме меня проще вырубить. Поэтому, ребят, если вы сражаетесь у борта, где бойцы статистически пропускают больше ударов, не делайте, как я. Сделайте шлем побольше и возьмите подшлемник потолще. Второе. Вы видите, что у моего шлема достаточно высокая тулья. Он не ложится на плечи. Плюсы. Мне удобнее крутить головой. Что для полевого бойца очень важно. Минусы. Все сильные удары гасятся шеей, а не плечами. Как в случае более глубокого шлема. В дополнение могу сказать, что я не пристегиваю шлем к спине. Как делают многие бойцы. Плюсы те же. Мне удобнее крутить головой. Минусы. В борьбе у ресталища, где тебе так и норовят открутить голову, лично мне приходится очень непросто. Многие спрашивают про обзоры дыхания. В моем нынешнем шлеме очень хороший обзор. Смотровые щели расположены грамотно. И у меня есть опыт использования волчьих ребер. Могу сказать, что нынешнее забрало обеспечивает обзор не хуже. Думаю, что дело зависит от мастерства кузнеца. И сделать такое забрало с хорошим обзором, конечно, сложнее, чем волчьи ребра. Но мне повезло, кузнец был хороший. Что касается дыхания, то я в своем шлеме не задыхаюсь. Точнее, задыхаюсь, но не больше, чем в любом другом шлеме. То есть дело не в забрале, дело в выносливости. Многие спрашивают, почему я не выбрал волчьи ребра. Ну, во-первых, как я уже сказал, у меня был короткий непродолжительный период, когда я использовал волчьи ребра. И я считаю, что это забрало, если оно сделано правильно, а все неправильные скоро запретят, не так уж хорошо, как многие считают. Первое. По идее, крепление этого забрала должно осуществляться в одной точке наверху. И это значит, что, чтобы сделать его надежным, его нужно сделать достаточно толстым, а значит, достаточно тяжелым. Таким образом, будет некоторый перекос по балансу в сторону лица. Голову будет клонить вперед. Это небольшая проблема, когда у тебя много сил. Но когда это уже финальные бои и сил уже немного, это может создать проблему. Вы можете поставить шею под удар. Теперь про безопасность и опять про крепление. Так как забрало крепится в одной точке, то мощный удар в нижнюю часть забрало может согнуть его или вообще выломать. Каким образом? Вот представьте центральную ось, здесь перемычки. И удар, когда приходится сюда, рычаг очень большой. И прут может согнуться. Ну, или вообще нахрен выломаться вместо крепления. Ну и еще. У меня на глазах в 2019 году на турнире Кёниг-Стрит в Нидерландах горизонтальный удар топором от Артемия Гершвальда залетел между прутив в шлем французскому ниндзе Адриану Бидо. Вот и такая фигня происходит с этими шлемами. Но это все не значит, что волчьи ребра плохие, а вот мое забрало самое лучшее. Идеальных решений нет. И в нашем спорте подбор доспеха – это всегда вопрос компромиссов. Одним из важнейших элементов защиты в нашем спорте является защита шеи горжет. Его носить обязательно, независимо от того, какой тип шлема вы предпочитаете. Вы можете варьировать его высоту. Она обратно пропорциональна в глубине шлема. Если шлем короткий, то горжет должен быть достаточно высокий. Если шлем низкий, глубокий, я имею в виду, то горжет вы можете себе сделать достаточно короткий. Дальше я расскажу про защиту рук. Я использую абсолютно обычную базовую защиту рук. Я даже не знаю, есть ли какое-то название у этого комплекта. Плечи, локти, анатомические наручи и перчатки. Не знаю, что обо всем этом можно сказать. Вот вы лучше посмотрите красивые видосы. Паша сделал специальную поворотную платформу. И теперь вот это прям лухари смотрится. Еще хочу сказать про перчатки. Это достаточно дорогой элемент снаряжения. И велик соблазн заказать только одну, если вы щитовик. Закажите все же две. Потому что если вдруг с вас сорвут щит, вы останетесь в бою. Или если вы используете баклер, вы всегда можете его сбросить. Я, кстати, как-то спросил у маршалов, могу ли я бросить баклер в лицо противнику. Они не сказали нет. Освободить левую руку может быть полезно в плотной борьбе. Ну или, к примеру, вам нужно схватить противника защит и открыть его для атак вашего друга. Без зажатого в кулаки баклера это сделать проще. Или вот еще вариант. Вы захотели прямо в бою сбросить все оружие и взять или барду. В общем, с двумя полноценными рукавицами вы можете позволить себе куда больше экспериментов. Защита корпуса. Я, как и многие бойцы, использую бригантину Wimbledon. Она достаточно подвижна и хорошо защищает. Но стоит помнить, что маленькие пластинки не всегда хорошо держат удар. Не часто, но и нередко можно увидеть, как бойцы выходят из боя после сильного попадания в солнечное сплетение или в печень. Да, эти зоны тяжелее пробить, в смысле попасть по ним, но умельцы находятся. Также многие используют для усиления спины, как скрытую защиту, мотоциклетную черепашку. Я считаю, что для бортовиков это обязательно. А для полевых бойцов на усмотрение. Под доспешной одежды или гамбизон? Это основа всего. Гамбизон должен амортизировать удары, которые вы пропускаете. Он может быть любого фасона. Не знаю, приталенный или нет, с запахом, без на завязочках, на пуговицах. Это не важно. Важно, чтобы он был достаточно толстым, чтобы поглощить энергию, сообщаемую вам противником. Но в то же время, не очень толстым. Потому что, если он слишком толстый, то нужно больше железа, чтобы его покрыть. А значит, вы станете, ну, просто тяжелее. Кроме того, вы будете занимать больше объем в пространстве. И тут все, как в примере со шлемом. Вам будет тяжелее бороться. В общем, вам нужно будет найти золотую середину. Кстати, ребята, обратите внимание на отверстия, пробитые на загривке, в районе подмышленной мгамбизонью. Дело в том, что это зоны отвода тепла человеческого тела. И эти отверстия призваны отводить тепло и влагу. Если у вас была такая же идея, знайте, это работает не так хорошо, как вам бы хотелось. А точнее, вообще не работает. На что еще стоит обратить внимание? Гамбизон оснащен так называемыми армпойнтами, на которые шнурками привязываются элементы доспеха. Также важным элементом является манжет. Это кожаная полоса, пришитая по краю рукава. Она нужна для того, чтобы удержать наручь на месте. Дело в том, что в бою наручное время норовится ползти вперед. И вот манжет не дает ему этого сделать. Защита ног. Тут, как и защита рук, все примитивно и просто. Раздельные бедра коленя, двустворчатые поножи, саботоны. Я использую раздельные бедра и коленя. Это значит, что защита бедра и защита колена – это самостоятельные элементы, скрепленные между собой только кожаной полосой. Существует еще одна популярная модель защиты бедра колена. Она называется «три четверти». Там колено состоит из нескольких подвижных небольших элементов. Является как бы продолжением бедра. Почему я выбрал раздельный вариант защиты? Они гораздо более подвижны. Ничто не ограничивает мобильности коленного сустава. И для меня, как для полевого бойца, это очень важно. А, и еще цена. Они гораздо дешевле, чем «три четверти». Минусы? Они есть. Во-первых, этот вариант дает меньшую защиту в районе колена. Кроме того, их мобильность может стать проблемой, если, скажем, противник возьмет ваше колено на излом. В ногах «три четверти» вы более защищены от этого. Они как бы жестко фиксируют колено. Еще важный нюанс. Так как в раздельных ногах колено защищено одним наколенником, он должен быть достаточно массивным. И это может стать проблемой в борьбе. Вы можете банально зацепиться на коленниками своего противника. В ногах «три четверти» такой риск меньше. Наколенник состоит из нескольких подвижных элементов. Ему не нужно быть настолько массивным. Бороться в них удобнее. В общем, по всему выходит, что кроме стоимости, ноги «три четверти» имеют только один минус. Ну, недостаточную мобильность в колене. И массу плюсов. А раздельные ноги имеют только один плюс и массу минусов. Ну, короче, видимо, мне стоит подкопить и купить себе уже «три четверти». Так, что осталось? Поножи. Про поножи могу сказать несколько вещей. Первое. Они должны быть сделаны, ну, прям, очень хорошо по вашим размерам, чтобы держаться на икре. Плохо подогнанные поножи будут сползать на стопу, и вы не то что бегать, выходить не сможете. Уделите большое внимание подгонке поножей. И еще. Хоть правила допускают одностворчатые и полуторастворчатые поножи, пожалуйста, в угурте используйте полноценные двустворчатые поножи. Дело в том, что правила разрешают бить вас сзади в голень, даже если она не прикрыта железом. Я буду бить. И другие будут бить. Потому что в серьезном бою никто вас щадить не станет. Ваша защита – это ваша забота. Поэтому вы либо надеваете заднюю крышку, либо без обид. Про саботоны сказать нечего, кроме того, что они просто должны быть. И последнее, что я хотел вам сегодня показать, друзья. Обратите внимание на то, как у меня сделаны застежки. Это две петли, между которыми растянут ремешок. Эта конструкция очень надежна. Дело в том, что ремешок не приклепан к железу заклепкой. Значит, заклепка не порвет ремешок в самый неожиданный момент. Вас не выведут из боя. А если вдруг этот ремешок таки порвался, вы просто берете, меняете его в следующем раунде на запасной. Лично я вожу с собой много запасных ремешков. А если у вас уже и ремешки закончились, то вы просто возьмете и через петли на шнурок все это затянете. И спокойно продолжите турнир. И вас никто не выведет за поломку снаряжения. На этом все, друзья. Мы поехали домой в Питер. А вы там ставьте лайки, колокольчики, если вам понравилось. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok